Мощный рекрутинг в 2023 году. Открой секрет эффективного рекрутинга с помощью Small Talk, который знает только 1% профессионалов. Метод, который все упускают, а ведь практически каждую неделю ты можешь получать потенциальных партнеров в свой бизнес. Слышал о том, что сейчас модно, да не только модно, но и полезно посещать разные мероприятия по типу бизнес-завтраки, трансформационные игры, бизнес-эвенты, а ты знаешь, что оттуда можно выйти с огромной базой теплых контактов, которые сами захотят с тобой еще раз увидеться, еще раз пообщаться, еще раз побыть в твоем поле. При этом стоит просто сделать пару простых действий, и даже не надо рассказывать о сетевом. Это запрещено! Досмотри это видео до конца, и получишь рабочий инструмент, который даст тебе прямые контакты в твоем телефоне, в WhatsApp и теплую, лояльную аудиторию. И узнаешь, чего делать нельзя, чтобы люди от тебя не убегали в диком ужасе или морально не посылали далеко подальше. Меня зовут Елена, я онлайн-предприниматель, я учу людей зарабатывать деньги онлайн и без вложений уже в первую неделю, независимо от опыта и занятости. Ставь лайк этому ролику и не будем терять ни секунды. Я тебя сейчас немного понимаю. Возможно, ты думаешь, что нетворкинг это не мое, что-то надо говорить людям, что-то рассказывать, продавать сразу, чувствовать вот этот вот дискомфорт. Понимаю, понимаю, я сама с головы до ног онлайнщица. Но то, что я тебе сейчас расскажу, ты будешь очень сильно этому удивлен и шокирован. Как и я, когда узнала, что так можно. А главное, уйдет страх, потому что продавать мы никому ничего не будем. Существует одна техника, чтобы уходить с мероприятий с клиентами, партнерами и амбассадорами. И она называется ССД. Научилась я этой технике у эксперта с многолетним опытом Елены Красноперовой. Есть трехступенчатая технология по поиску мероприятий. Как выбирать те самые мероприятия. Работающие технологии Small Talk. Как заговорить с любым и знакомиться везде. Этому всему я обучаю свою команду. Но тебе сегодня расскажу крутой лайфхак. Чтобы от тебя не оставалось послевкусие, что ты впариваешь. Используй технику ССД. А если быть дословной, С спроси, С скажи, П поделись. Спроси, а чем вы занимаетесь. Скажи, расскажи о себе. Построй рассказ о себе под то, что о себе сказал собеседник. Ну, например, тебе сказали, что сейчас занимаются продажей игрушек на маркетплейсе. Есть опыт, но устали и не справляются. Или справляются, может быть. А как ты можешь подстроить под себя. Например, я могу сказать. Слушайте, так мы с вами коллеги, получается. Что понимаешь человека, как коллегу. И проходила через кассовые разрывы. Что продажи есть, но денег не видела. Так как постоянно вкладывала в товар. Но потом нашла для себя площадку. Маркетплейс уже готовым типовым товаром и обучением. Сейчас оборот составляет 10 миллионов и доход 300 тысяч чистыми. И денег даже вкладывать не надо. Теперь у меня прям есть целая схема, как это делать. И уже в первый месяц получать прибыль. И Д. Договорись. О следующем шаге. Встретиться на кофе. Добавить в клиентский чат. Провести совместный эфир. Обменяться аудиторией. И тут ты можешь предложить. А давай мы с вами сходим на кофе. Поделимся опытом. Я думаю, мы точно можем быть полезными друг другу. Как вам такая идея? Или, а давайте проведем прямой эфир совместный. И обменяемся аудиторией. Расскажем, как мы такие молодые, красивые, ведем бизнес онлайн с любой точки мира. Какие ошибки не стоит допускать тем, кто только начинает или думает, а стоит ли начинать свой бизнес в такое нестабильное время. И тут ты достаешь и показываешь свой персональный брендированный код. Так называемый свой бейдж. Его ты можешь распечатать. А также лучше иметь при себе в фотогалерее телефона. И после того, как вы с человеком пообщались, ты ему показал эту фишку, он остался у тебя в контактах. А это приток новой аудитории. Это новые продажи, новые партнерства. И ты в моменте ничего не продаешь. Целая инструкция, как сделать такой инструмент, всего за три минуты, есть на моем канале. Досмотрев видео до конца, сможешь на него перейти. Какую ошибку совершают 99% людей и просто теряют свои деньги? Почему люди перестают брать от вас трубки, отвечать в мессенджерах? Обратите внимание еще на этот момент. Мы сетевики очень любим наш бизнес, наш сетевой бизнес с MLM, боготворим его. Но, к сожалению, есть огромное количество людей, которые перепортили этот рынок. И это как у врачей. Ну вот как некоторые говорят, ой, а я боюсь идти к врачу, потому что там врачи могут покалечить. Хотя да, есть огромное количество врачей, которые, к сожалению, калечат людей. Но есть же огромное количество врачей, которые, наоборот, помогают и лечат. И такая же история приблизительно в нашем бизнесе. Из-за того, что очень многие люди прямо агрессивно, нагло начинают задалбывать, от них уже просто люди шарахаются. И когда ты презентуешь себя сразу, как сетевого предпринимателя, то люди что делают? Негативно начинают реагировать, потому что они не понимают, во-первых, еще суть этого бизнеса. Там где-то кто-то им на голову когда-то залез, и остался у них неприятный осадочек. Поэтому, когда вы себя презентуете на мероприятии, презентуйте себя просто как предпринимателя. Не нужно говорить про MLM, не нужно говорить про сетевой бизнес, не проговаривайте слова, у меня огромная команда, мой товарооборот, люди к этому не привыкли. То есть, если ты хочешь пригласить, познакомиться, задружиться с большим количеством людей, знакомь их с собой постепенно, изи-изи, так сказать. Проговаривай о том, что да, я предприниматель, я занимаюсь, например, созданием онлайн-экомаркетов, маркетплейсов. Профессионально обучайте этому людей, профессии, менеджеры качатов и так далее. Что у вас уже прошли обучение, например, 20 человек, 15 из них успешно зарабатывают онлайн дома на диване. Вот такие вот понятные людям моменты ты можешь проговаривать, и тогда уже большее количество людей тебе откроется. А уже утеплившись, они увидят, узнают, что ты сетевой предприниматель, но уже будут смотреть на это с другой стороны. Вот тогда уже можно будет продавать идею MLM-бизнеса. Подсекать, так сказать, рыбку. Все, конечно, индивидуально, но это такие общие моменты, о которых стоит помнить на старте. Посмотри вот это вот видео прямо сейчас, тогда ты узнаешь, какие фразы говорить, чтобы подключать кандидата в команду и как правильно вести переговоры в нашем бизнесе.